Так жалко, видите, сейчас все загородили, но там строят стоянку. Видите, уже цветает. Красота такая мимоза вон там впереди. Немножечко здесь вам покажу и потом дальше уже буду снимать самой рощи, чтобы не сильно длинное видео было. Покажу, как выгляжу на всякий случай. Смотрите, я зацепила волосы, мне это мешает. Совсем тепло, жарко. В курточку уже пошла все по льду. Надо уже убирать, потому что очень жарко уже. Ой, я, по-моему, не поздоровала. Здравствуйте, сегодня у нас выходной, воскресенье, 20 февраля. Я, значит, сейчас иду, видите, здесь школа, ну просто мне хочется сделать видео немножко про испанскую школу, ну то, что я знаю. Так, вот видите, здесь уже мимозы, они уже начали отсветать. Ну вообще, мимозы, конечно, они бывают совершенно разных форм. Такие, как грозди бывают, просто как отдельно. Такие пушистые. И цвет бывает такой, ну, умеренно желтый, как даже вот апельсиновый. Есть цвет, вот апельсиновый, мне кажется, больше. Ну, надеюсь, хорошо слышно микрофон. Подцепила я микрофон. Ой, какая красота, смотрите. Это супер. Вот видите, это такой, это больше как к апельсиновому цвету подходит. Вот такие. И есть вот просто лимонные. Ну вот немножечко скажу про школу. Вот видите, это школа. Школа вот нашего района Фаналс. Детей туда берут с трех лет. С трех лет Гуардерея называется. Ну, типа нашего, ну, как бы садика, но у них это уже школа и называется. Все это бесплатно. Единственное, что платят матрикулу. Матрикулу, ну, это типа как бы запись, и это как, ну, это сборы на весь год. Ну, то есть там какие-то материалы, там, ну, вот тоже там бумага, может, какая-то ксерокопия, ну, что-то на такие вещи. Там на праздники. Вон, видите, так. А нет, это школа тут русская, золотой ключик. Вот. Вот Гуардерея, потом Примария у них, вот Примария, вот это уже как бы, ну, настоящая уже школа, там уже ребятишки. Вот. И института. Института, это у них, как у нас средняя школа. И еще есть бачалерату. Смотрите, какая красота. Блин, вообще супер. Блин, так красиво. Прям даже листьев не видно. Такая красота. И последний уровень школы, это бачалерату. Ну, туда, в общем, надо сдавать экзамены. И бачалерату, оно уже, ну, не бесплатно. Там, ну, как бы, это уже, ну, как, я не знаю, как... У нас 9-й, 10-й, 11-й, что ли, вот классы такие. И туда уже надо сдавать экзамен. И они разные бывают, и платные, и бесплатные. Если там у ребенка, ну, плохо, ну, 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 не заобеспеченной семьи, то это бэкос у них называется, то есть бесплатно бывает образование. Кстати, здесь такая большая полемника о том, что вот испанцы, они должны все за своих детей везде платить. Все, а вот эти вот иммигранты, марокканцы особенно, ну, эти и африканцы, они, значит, тут не работая и не платя там налоги ни один цент. Вот, почему-то все получается бесплатно. Вот. И это очень напрягает, конечно, испанцев. Ну, вас бы тоже напрягало. Ну, в общем, мы подошли к очень красивому месту. Здесь вот у нас... Вот он, Жордин. Жордин в Санта-Клотиль, да? Вот. Видите, как здесь красило, здесь кипарисы. Кипарисы, в кругом кипарисы, вот они. Очень красивое здесь место, мне нравится. Блин, на каждом шагу русские. На каждом шагу русские, в общем. Ну, вот одной мне туда неохота идти. Там 5 евро на отплатить. Я бы, если бы с кем-то пошла так, одна-то там. Ну, и жаба еще душит 5 евро забродить. Ну, я уже потому, что раз 5 там уже была. Нет, если бы с кем-то, я бы пошла. Вот, смотрите. Ну, вот мы приближаемся уже к роще. Ну, на этом пока закончу. Так, мы зашли уже, видите, это роща. И я хочу добавить, я еще забыла сказать. Самое главное, самое главное про школу-то. В школу берут всех, независимо от того, есть. Там разрешение, вид жительства, ну, ВНЖ или там какие-то. Берут всех. Самое главное, чтобы у ребенка было патронементу. То есть прописка в этом районе. И все. Больше ничего не надо. То есть, я это вот специально для Насти рассказываю. Потому что я не знаю, почему она не верит мне, я не понимаю. То есть, как только, тем более, если у Ильяса документы. И он сделает, ну, своему сыну тоже прописку. Там же, где он у нас прописан, естественно. То есть, естественно, мы сделаем прописку без всяких проблем. Даже вообще никаких проблем. Вот. И все, и ребенка возьмут в школу. Ну, единственное, конечно, надо будет, если искать, снимать квартиру. То, естественно, придется снимать ее где-то вот у нас на Фаналсе. Ну, чтобы недалеко ходить. Ну, конечно, если не получится, так до той центральной школы тоже совершенно недалеко. Абсолютно недалеко. Ничего страшного. Не знаю. В смысле, если я не в центре сниму квартиру и дойти до сюда, не так уж и далеко. Ну, вообще, конечно, все решаемо. Я считаю, что вообще все решаемо. Главное бы захотелось бы, чтобы... Слушайте, тут идут французы. И, в общем, они надрали целую сетку мимозы. Ну, и никто ничего не говорит, я тоже надеру. А что такого? Ничего страшного. Что там три ветки сорвуют-то? Ничего страшного. Ну, тем более, что испанцы им как-то они... Им все равно. Так что вы можете там сказать, что все придут и все сорвут. Да, где тут все придут? До туда, смотрите, и не добраться никак. Как там придут? Тут только вот, видите... О, тут вот ветка валяется. Смотрите. Можно будет... Нет, она уж, наверное, погибла. Они у меня не будут долго стоять. Ну, ладно. На обратном пути обычно я всегда вам снимала видео. Видео на обратном пути. Ну, веточки три сорву, и больше не буду. Куда их много-то? И тут их не продашь. Кому-то вы тут и это продадите, если они целые рощи? Никто их покупать не будет. Я думаю, это смешно. Это в России можно продать, потому что там экзотика, и там не растет. А тут-то куда продавать, если на каждом углу луны сколько? Ну, кто это будет покупать-то? Да тут вообще как-то не принято на улице вообще ничего продавать. В общем, мы плавно приближаемся к морю. То, что вы больше всего любите, конечно. Цветочки вы тоже любите, но море лучше. Я понимаю, что в море, конечно, лучше. Еще бы мне не забыть кошекам травку нарвать. Так. Потому что у нас Муся уж больно любит травку. Прямо какая-то коза, блин, а не Муся. Даже травку надо ей. Так. Красиво. Я вот говорю, что я специально ждала, чтобы было солнечно, чтобы вот оно вот видно было. Вот это классная желтизна. Ой, руками-то я тут задела сдуру. За микрофон. Вот просто. Как красиво. Но почему-то запах не чувствую. Видимо, ветра нету, и поэтому мне не доносится. Может, поэтому. Надо вот, если туда, может, внутрь зайти. Обычно очень пахнет. Такой запах классный. Ссылка. Продолжение следует...